Привет, ребята! Это Настя. В честь запуска своей новой минималистичной линейки часов Дэниэл Вэллингтон попросили меня сделать видео о тайм-менеджменте, и хотя вроде бы это совершенно моя тема, как ни странно, я ни разу, насколько я знаю, насколько я помню, не делала видео по ней. Так что я с удовольствием приняла этот челлендж, тем более что после своей месси весны я наконец-таки привела дела в порядок, наконец-таки чувствую, что контролирую своё время, свои задания, свои цели, поэтому теперь делать это видео для меня очень аутентично, потому что я чувствую, что я не просто говорю, а действительно walk the talk. А если вы тем временем хотите присоединиться к семейству Дэниэла Вэллингтона, то я внизу в инфобоксе оставлю код FANASTASIA, по которому вы получите 15% скидку, и этот код будет действовать до конца сентября, но если вы точно решили, что хотите купить какие-то из их часов, то лучше поспешите, потому что до 28 августа с каждой покупкой идёт любой бесплатный ремешок в подарок. Итак, тайм-менеджмент. Насколько бы не была избита мысль, что занятость совершенно не равно продуктивность, мне кажется, что большинство из нас хоть несколько раз в жизни доведём себя так, как будто мы этой идеи никогда и не слышали. И можно было бы скинуть это на корпоративную культуру, на корпоративные процессы, на босса, на своих коллег, если бы вот моя собственная ситуация этой весной, когда я была занята больше некуда и при этом за целый месяц, 3-6 месяцев ничего не сделала, это просто лишний раз напомнило мне, что все эти ограничения, они не в рабочих процессах, они не в твоём начальнике, они не в департаментах других твоего офиса, которые от тебя что-то хотят. Все эти ограничения, они изначально исходят вот отсюда. Поэтому вот вам мои 14 шагов, которым я, ребята, действительно следую просто down to it, кстати, кроме одного из них, которым я в процессе доработки, и когда я им следую, как вот в этот период данной моей жизни, то я действительно живу просто в мире выполненных заданий, спокойствия и в мире, в котором отсутствует прокрастинация. Первые 15 минут своего каждого дня я посвящаю тому, чтобы сделать список задач на день. Как ни банально, однако, когда ты действительно начинаешь без исключения практиковать это каждый день, это реально меняет весь твой мир, это начало всего. Мой список заданий состоит из дедлайнов на день, из стратегических заданий, то есть то, что продвинет меня вперёд, но конкретно не обязано быть выполнено именно сегодня, и желаемые вещи — это что-то не стратегическое, второстепенное, что должно быть сделано, ну и вот почему не сегодня. Все эти задания упорядочены по важности, и, как я сказала, я никогда не пропускаю этого шага, и я бы даже сказала, это самый главный шаг в моём тайм-менеджменте в себя. Вторая главная привычка, которую я в себе развила, это выполнять задания, следуя этой их иерархии, то есть начиная с дедлайнов, переходя к стратегическим заданиям и уже только потом выполняя второстепенные. Ребята, да, это банально, но когда ты этому действительно следуешь, ты обретаешь просто невероятную свободу, и я тот человек, который мог целый день прокрастинировать, заниматься не просто не дедлайном и не стратегическими заданиями, а всякой администрацией и второстепенными заданиями, чтобы в пять часов вечера обнаружить, что я переделала кучу никому не нужной административной работы, а за дедлайны даже не садилась, а я уже устала. Когда я начала изо дня в день, из недели не в неделю, и сейчас уже из месяца в месяц, каждое утро начинать с того, что я выполняю именно то, что указано как дедлайн, это дало мне не только огромную свободу, потому что в середине дня или даже иногда утром я уже чувствую себя свободной от обязательств, потому что дедлайны — это всегда наше обязательство перед кем-то ещё, когда дедлайнов нет, как в стратегических заданиях, это мои собственные обязательства. Но я также просто чувствую огромную мотивацию от того, что я заканчиваю всё вовремя. Дальше, когда я работаю над одним из заданий в своём списке, я полностью погружаюсь в него и ни на что не отвлекаюсь. На самом деле, что я делаю в первую очередь, это взять за компьютер — это, первое, я закрываю все вкладки и приложения, которые мне не нужны для работы, включаю приложение Focus — это то приложение, которое я использую для ограничения интернета, в том числе социальных сетей, и для меня самое важное — это имейлы. И третье — я убираю телефон из поля зрения. Я не буду повторяться, я уже рассказывала об этом в каком-то видео, но даже тот факт наличия телефона в твоей видимости заставляет твоё внимание переключаться на него просто подсознательно, потому что твой мозг думает, а не пришло ли там какое-то новое сообщение, имейл, не пришло ли какое-то новое оповещение, поэтому лучше его просто убрать в сумку или просто убрать в другую комнату, чтобы вы его не видели. Ещё для меня просто отлично работает садясь за задание определять, сколько времени я хочу посвятить ему. В прошлом я садилась такая с полным коммитментом «Оу, я не встану из-за этого стола, пока я не сделаю это задание, даже если у меня займёт это весь день». Мне кажется, это просто какая-то магическая фраза, которая включает прокрастинацию, потому что как только мой мозг слышит слово «весь день», она думает, «Ах, весь день?» Ну тогда почему же не посмотреть сейчас одно видео на Ютубе? Ведь у нас есть целый день. В общем, теперь я говорю себе, я сделаю это задание за примерно четыре помодоро, и это моментально толкает меня быть более концентрированным на задании и помогает мне войти в это состояние deep work, глубокой работы, если вы не знаете, о чём я. Я залинклю видео, в котором я рассказываю про это внизу. И из-за этого у меня получается выполнять то, что мне нужно, гораздо быстрее. Но если вы не используете помодоро, и мой вопрос почему, но в общем, если вы его не используете, то обязательно или имейте часы на руках, или ставьте где-то большой экран с часами, может быть, на вашем компьютере или рядом, потому что когда мы очень сильно погружены в работу, то мы также теряем чувство времени и можем просто не осознавать, насколько мы растягиваем данное нам задание. Перед каждым звонком или встречей я стараюсь, всё ещё иногда забываю, но всё-таки стараюсь записать в нескольких предложениях, какие мои цели этого звонка или встречи. Это помогает мне направлять разговор в нужное русло и достичь результата необходимого от разговора быстрее, а не дождаться пока я устала, мой человек, с которым я разговариваю, устал, а к цели мы так и не подобрались. Ещё, мне кажется, большинству из нас не помешает отучиться реагировать на телефонные звонки и имейлы, когда мы их получаем. Имейл, оповещение вообще нужно отключить, аутлук держать закрытым. Когда я работала, я никогда этого не делала, как я работала, я не представляю, а приложение имейл просто убрать с телефона. У меня есть целое видео на эту тему, я оставлю ссылку внизу, но в целом мне кажется, что имейл — это даже большая проблема современного рабочего человека, нежели прокрастинация, потому что это идеальная иллюзия продуктивности, за которой стоит один огромный мыльный пузырь. Поэтому, как по мне, мы просто должны научиться не давать внимания людям, как только они его просят, потому что в наше технологически соединённое время просить этого внимания стало так легко и ничего не стоит, и мы постоянно дёргаем другими. Если только, конечно, ты не работаешь в какой-то организации, где твоя функция напрямую является ответом, общением с другими людьми. Например, если ты менеджеришь корпоративный Twitter, где ожидаются живые человеческие ответы, практически моментальные. А так всем остальным из нас, как мне кажется, нужно просто скеджулить, делать блоки времени утром, вечером, после обеда, и только в эти блоки проверять почту и возвращать звонки. Ещё один эффективный способ как в корпоративной работе, так и в самозанятости — это блокировать в своём календаре встречи с самим собой, когда ты будешь работать над тем, над чем тебе нужно работать над своими дедлайнами и стратегическими заданиями. Но самое главное здесь, конечно, иметь дисциплину и действительно придерживаться этих слотов, что переводит меня к следующему пункту, а именно «Не дай своему дню контролировать свой календарь». Твой календарь должен контролировать свой день. Интересно, что когда какие-то аппойнтменты или наш день расписал для нас босс, то этот день, как бы это расписание дня становится святым, и мы будем ему следовать. Но если мы сами, как я сказала в пункте номер один, расписали себе, как должен идти день, и мы же сами, ну как бы мы знаем наиболее оптимальный вариант, как расписать его, то тем не менее мы не придерживаемся зачастую начертанному нами днём, а даём каким-то ad hoc вещам вбиваться в него и избивать наши планы. Это требует огромной дисциплины и какой-то веры в собственные планы, в понимание, что то, что ты для себя запланировал действительно имеет значение на долгосрочной перспективе, что это тебя куда-то приведёт, чтобы, несмотря на какие-то ad hoc возможности или обязательства, оставаться верным своим планам. Ну и совет для тех, кто работает на кого-то и действительно не владеет в полной мере своим календарём, и на него всё время покушаются на время в его календаре его босс или коллеги из других департаментов — это не хвататься сразу за входящие тебе задания, а откладывать их, записывать их куда-то в отдельный список и продолжать работать над своими дедлайнами, пока ты их не закончишь на этот день. А потом опять же не начинать хвататься за них, а открыть свой план на день и посмотреть, возьмя то задание от другого человека, что из твоих заданий вылетит на этот день и хочешь ли ты, чтобы это вылетело. И если ты не можешь сам принять решение отклонить чьё-то задание, то, как я это делала, по крайней мере, нужно заучиться поддержкой босса, просто скоммуницировав его ему, что взяв это задание, которое пришло тебе из такого-то департамента, ты не сможешь выполнить это. Я просто всегда позиционировала это, что эти люди с внешними заданиями покушаются не на моё время, а на цели человека, на которого я работаю, и поэтому все последние четыре босса, с кем я это делала, всегда меня отбивали от этих заданий или давали мне зелёный свет и говорили, что теперь это мой приоритет. Да, естественно, это не пройдёт с какими-то монстрами, и, к сожалению, в моей карьере было пару человек, с которым это можно было даже и не пробовать, но всё-таки абсолютное большинство людей перенагружают нас не потому, что они хотят нас измучить, чтобы мы просто уволились от этой работы, burn out и уволились. Они просто не осознают, сколько времени, каким количеством времени мы располагаем и сколько займёт определённое задание. И если мы не сообщим им об этом, если мы не позаботимся о нашем расписании дня, то почему мы будем ожидать обижаться на этих людей, что это сделают они за нас? Поэтому коммуникация здесь очень важна. Научись говорить «нет» хорошим возможностям и берись только за те задания, которые наиболее близко подвигают тебя к своей цели. На самом деле именно на этом пункте я исподкнулась этой весной. Для меня, честно говоря, это стало открытием, потому что я ожидала, что с развитием у меня будет много возможностей, и я was looking forward, то есть я, ну, ожидала, мне хотелось уметь эти возможности. Я никогда не думала об обратной стороне, что вместе с огромным количеством возможностей мне необходимо иметь laser sharp focus, то есть очень узкий целенаправленный фокус, и уметь выбирать из всех этих возможностей всего лишь несколько вещей, которыми я буду заниматься, потому что возможности растут непропорционально с временем, точнее время остаётся то же самое. И я, человек, который ещё в прошлом году делал целое видео про эссенциализм, сделала всё с точностью наоборот, о чём я рассказывала в этом видео, что как бы не умаляет этого видео, оно всё равно очень хорошее, и мне надо само его пересмотреть и также перечитать саму книгу. Но это то, к чему я лично не была готова, и что стало для меня очень хорошим уроком. Кроме эссенциализма при выборе заданий нужно также ориентироваться на то, сколько стоит один твой час. То есть ты просто рассчитываешь цену своего одного часа, деля весь твой доход за месяц на количество отработанных часов, и если, скажем, ты знаешь, что ты зарабатываешь 30-50 долларов в час, то, вероятно, это означает, что ты не будешь браться за работу, стоимость которой идёт как час по минимальной зарплате. Когда я изо дня в день стала следовать этой иерархией списка дел, то, ребятам, мне пришлось расстаться с такой вещью, как вдохновение — хочется мне этого делать или не хочется, но сейчас я должна делать именно это. И должна сказать, что я не очень-то от этого и страдаю, потому что я для себя открыла, что когда ты начинаешь что-то делать, то уже через несколько попыток пытаться думать о чём-то вдохновение и желание работать приходит к тебе само. Я думаю, что просто с несколькими попытками активизируются именно те участки мозга, в которых хранится информация, необходимая тебе для решения этого конкретного задания, и это то, что и пробуждает вдохновение. Ну и вот последний принцип, единственный новый, как я сказала вначале для меня, который я только начинаю применять, а именно я определила, какие у меня есть регулярные задания, и я хочу превратить их в привычку, чтобы это не была работа над заданием каждодневное или каждонедельное, а это вошло в привычку. Для меня это — писать тексты, потому что уже несколько лет я регулярно пишу сценарии для блога, и в неделю это около трёх тысяч слов, в месяц — это от двенадцати до пятнадцати тысяч слов, это такая хорошая бакалаврская диссертация, это немало. И вместо того, чтобы подходить к каждому видео как к заданию и ресёрчить его, я пытаюсь приучить себя писать каждое утро несколько страниц со своим кофе, и таким образом просто каждое рабочее утро, пиша пару страниц, я всегда буду иметь материал для видео, он всегда будет более качественным, и у меня не будет стресса ресёрча в последнюю минуту, и также сам процесс будет более приятным. Я могу вам сделать апдейт в будущем, насколько я смогу сделать своё регулярное задание просто приятной привычкой, а вы можете подумать, что из каких-то вещей, которые вы должны выполнять на постоянной основе, вы могли бы перевести в привычку, чтобы это делать стало легче и приятнее. Это весь мой мир тайм-менеджмента, ребята, именно по этим принципам я живу и дышу, и я очень рада, что Даниэл и Веллингтон подтолкнули меня саморизировать это и поделиться с вами. Это всё до сегодня, увидимся в следующий понедельник. Пока, ребята!